МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Фанаты арт-журнала ликуют специально для вас, ценителей искусства и культуры, эксклюзивное интервью с Дианой Арбениной. В день города за час до концерта ночных снайперов удалось задать несколько вопросов. Время было очень ограничено – 10 минут. Но мы почти уложились. Если главная аудитория в интернете, легко ли работать, не чувствуя энергии? Невозможно работать, не чувствуя энергии. Вообще это касается всего. Неважно, песни ты поешь или мелом на доске рисуешь. То самое главное, чтобы то, к чему ты прикасаешься, тебя возвращало. А когда ты не чувствуешь отдачи, а чувствуешь только себя... Ну, это такой, знаете, своеобразный нарциссизм, я бы сказала, который мне абсолютно не свойственен. Поэтому мне очень тяжело было. А перед кем приятнее и легче выступать? Перед незнакомыми людьми, которые вас ждут? Или перед родными и друзьями, которые собрались у вас дома тогда на презентацию? По сути, в хорошем смысле разницы нет. Потому что я всегда чувствую ответственность, что перед незнакомыми людьми, что перед мамой. Мера ответственности практически одинаковая, скажем так. Приятнее быть кем? А это не касается слова «приятно» вообще. Потому что я когда на сцену выхожу, я чувствую... Это не из категории «приятного», это не про «приятное». Я когда выхожу на сцену, я чувствую космос. Я чувствую очень много вот этой силы, которая меня закручивает, эту воронку. И здесь не ограничивается словом «приятно». Скорее, это максимальная отдача тому процессу, которым ты занимаешься. Поэтому это покруче будет, чем «приятно». А вы часто приглашаете домой друзей? С 2010 года практически не приглашаю. А вы рассказываете детям об интернет-безопасности и о безопасности в принципе поведения? О безопасности поведения как такового? Да, как такового. Ну, то есть не заходи в лифт с не знакомым человеком? И интернет-безопасность. А что касается интернета, ну, конечно, безусловно. Но они у меня такие, знаете, вот, конечно. Но я просто не понимаю, как получились такие дети, которые ни разу мне не устраивали скандалов, ни разу не закатывали мне сцен. Знаете, как дети, например, приходят в супермаркет, падают на пол, стучат ногами и кричат «хочу». Вот у меня дети никогда ничего не хотели. Не хотят, вот им 10 лет. И они как-то всегда себя умели вести. Поэтому понятно, что они, их нужно ограждать от того, что, от вот этой грязи, которой очень много. Но они туда голову пока не суют. Это здорово. А вот вы несколько раз уже показали свой дом. И в клипе, когда дети сбегают, и вот на этой домашней презентации, вы не боитесь маньяков, хитеров, ну, в конце концов, грабителей? Нет. Во-первых, у меня нечего брать, ну, разве что гитары. Но, понимаете, в чем дело? Мне всегда очень было жалко людей, которые не живут своей жизнью, которым есть дело до других жизней больше, чем до своей собственной. Вот это вообще, мне кажется, это самое ужасное, что может случиться с человеком. Мне всегда было жалко воров, потому что, ну, это же легкая добыча, она так же быстро уйдет. Это же путь в одну сторону, это путь в никуда. Что касается маньяков и вот подобной швали, мне кажется, что им, опять же, тоже возвращается бумерангом, но я почему-то живу в такой вот внутренней ситуации, когда мне кажется, ну, сейчас это странно прозвучит, но мне кажется, что плохих людей нет. Что каждого в какой-то момент, если человек просто переметнулся на сторону условность зла, его просто переломало в какой-то момент. Все мы рождаемся одинаково хорошими. Потом кому-то меньше везет. Ну, например, вы рождаетесь в семье подонков-родителей, которые от вас отказываются. Это вас уже ломает, безусловно. Кому-то везет больше. Кто-то рождается в классной семье, где люди друг друга любят. Но изначально нет маньяков и нет воров. Мы все рождаемся с одинаковым набором, с одинаковым, кстати, отсутствием набора моральных качеств. А потом просто социум, понятное дело, и родители все это прививают. Кому-то хуже, кому-то лучше. Поэтому какой мир вокруг себя построишь, таким он вокруг тебя и будет. И я живу в очень клевом мире, хочу вам сказать. У меня классные друзья, классная семья, классные дети. И более того, я думаю, что если даже к нам кто-нибудь залезет, я смогу договориться. Ну, а чего нет? Вот журналисты, у вас мама журналист, вы знаете, всегда готовятся ко встрече со знаменитостями, читают что-то, читают интервью, смотрят концерты, например. А вы готовитесь ко встрече с городом? Вы что-то знаете о Белгороде? Может быть, читали, посмотрели? Я помню первое свое появление в Белгороде, это было очень давно. Играли мы, кажется, с группой «Король и шутки». Я могу ошибаться. В одном концерте это было тоже. Это было лето. И это был не праздник города, но что-то подобное. То есть open air какой-то. Очень было много людей. А потом концерты были в залах. И я очень хорошо помню, что мне это все напомнило. То есть, если говорить про атмосферу города, то, как правильно заметил Юрий Владимирович, очень сложно уезжать. И он отличается от городов средней России, средней полосы России тем, что абсолютно лишен провинциальности. Вот странно. Ну, то есть, это для меня маленький, конечно, русский, но абсолютно не провинциальный город, который в себя каким-то образом смог включить какие-то европейские черты. И я, если честно, не зная глубоко истоков, могу только это чувствовать. Но это же самое главное. Диана, а ты скажите, вот я посмотрела клип, где вы взрываетесь в машине. Почему я жива? Нет. Сжигая пространство вокруг. Я хотела узнать, вы разрушительны в своих эмоциях и чувствах? И прилетает ли, когда вы гневаетесь всем вокруг? Не, ну я вспыльчива, конечно. Потом я очень досконально в работе. И я очень не люблю, когда моя скорость, точнее, скорость людей не совпадает с моей скоростью. А моя скорость очень высокая. Поэтому у меня клевый коллектив, который работает как часы и который мне соответствует. Они могут это посмотреть и подтвердить. Что касается разрушения, я скорее защитник, чем воин. Ну, то есть, если меня будут обижать, прилетит, конечно. Но первое, в драку я не полезу 100%. Незачем. А что касается ролика, то, ну, там была такая, знаете, такой случай, связанный с любовью, который, конечно, закончился именно вот этим взрывом. Я как птица Феникс сегодня. Выжила. Вот, кстати, я именно про это и думала, когда смотрела. Насколько сложно возрождаться человеку. Ведь кто сгорел, того не подожжешь. А у вас такой большой запас энергии внутри на то, чтобы возрождаться после всех крахов, которые чувствуются в песне. Я просто очень откровенно и очень искренне страдаю. И когда эта мера страдания доходит до, ну, неизбежного финала, а вообще все пройдет, пройдет и это, говорил, по-моему, царь Соломон. У меня просто не остается во мне страдания. Я таким образом возрождаюсь. Я не оставляю возможности, знаете, вот чуть-чуть пострадать. Вот. А в два часа у меня обед, поэтому, в принципе, в два часа я уже страдать не буду. Но есть такие люди, которые любят просписанию, страдают просписанию. Они так как-то очень сильно вот себя берегут, понимаете. И я просто ими восхищаюсь. Я так не умею. Если мне плохо, мне плохо до конца. Но если это до конца проживается, я забываю. У меня, мне 46 лет, у меня на плечах нет вообще никакого груза, понимаете. Несмотря на то, что я достаточно много чего в своей жизни видела. Но нужно отдаваться просто процессу и все. Класс. А скажите, какие книжки вы детям читали вслух? Ой, ну Карлсона, конечно. Сказки братьев Гримм, конечно. Пеппи Длин и Чулок. Вот такие. Я очень хотела привить им то, что я любила в детстве. Крапивина, кстати. Владислав Крапивин, такой клевый писатель. Мне так он нравился в детстве. Эти море, мальчишки, эти корабли. Я, кстати, может, поэтому пошла на барку Крузенштерн. Я ходила в море с ними два, что ли, года назад. И в этом году должна была пойти на палладе. Но коронавирус сбил все планы. Там классно. У меня муж ездил в феврале. Вот. Крузенштерн, я смотрела фотографии, это потрясающе. Вот, конечно. А мы ходили в прошлом году в апреле. Мы вышли из Малаги, Испания. И прошли маршрут. И вернулись в Данию. Круто. Это действительно здорово. Так, я тряпаюсь. У вас есть маленькое черное платье в гардеробе? Да, конечно. Очень люблю платье. Особенно сейчас. Не, ну правда, без шуток. А не черное и не белое? Черное. Не черное и не белое. Вообще какие цвета есть в гардеробе? Ну, конечно, конечно. Черное и белое предпочтительнее всего. Я в этом очень аскетична. И мне не нравится отход. То есть, вот, например, розового платья у меня в гардеробе быть не может. Зря я это сейчас сказала. Потому что может появиться. Знаете, да. Не, ну серьезно. Это так всегда говоришь. Вот я вот этого делать не буду. Потом опа и через секунду уже сделал. Вот такие цвета странные. Они мне не очень понятны. Синий может быть такой, знаете, такой насыщенный синий. Не индига. Может быть или есть? А? Может быть или есть? А может быть. Может быть. Очень я люблю, конечно, серый цвет. Потому что серый цвет, если он не ассоциируется с нашими бывшими членами политбюро, которые все ходили в сером, весьма благородный. На концертах много молодежи или ваша аудитория, люди взрослые, которые умеют думать, и у них чувства уже, они понимают ваши песни? Все понимают песни. Каждый на своем уровне. Я бы сказала, что нас слушают. Самые мои любимые сейчас три ребенка, которым по пять лет. Вот это дети моих друзей. Они очень смешные. Они все песни наизусть поют. Это смешно. Но если говорить про возрастное ограничение, это 14-70, я бы так сказала. Ну маме 73, значит 14-73. Это дети, которые на батуте прыгали? О, да, там было много детей. А вот вы, успевая общаться с Козыревым, вы успевали еще за всеми посмотреть, что там стоя на сцене, и собачка страдает, и кто-то пришел. Вы всегда всегда... Да, я вот девчонок вот этих вижу сейчас. Шушукается, мешает. Конечно, конечно. У меня остались блицы. Давайте. Кофе в турке или из кофемашины? Конечно, в джезве. Книги бумажные или электронные? Бумажные, конечно. Поэзия мужская или женская? Ну, женщин очень мало поэтов. Мужская. Еда, стейк или салат? Ну, стейк с салатом, конечно. Вы хотите, чтобы я подавилась. Смотреть сериал или фильм? Ой, сейчас сериал. Сериалы сделали длинный метр, и, конечно, это очень любопытно. Я не верила в то, что у сериалов есть хорошая достойная судьба. Но сейчас я, вот именно сегодня, конкретно сейчас, я сижу на Тарантино. Я пересматриваю 9 фильмов, выпущенных Тарантино, и упиваюсь им просто. Он, конечно, гениальный режиссер. Гаджет Android или Apple? Apple. Спасибо. Для Android я не очень умна. Спасибо большое. Подпишите. Да, да, конечно. Что там шушукались, а? Ой, он не радует. Я же забыла, как меня зовут. В ней действительно много энергии, а еще обаяние. Беседовать было легко и интересно. И концерт, который начался менее, чем через час после нашего разговора, не разочаровал. В его потрясающую атмосферу предлагаю погрузиться вместе с Мариной Должиковой. Велгородцы встречают главных гостей праздника Диану Арбинину и группу «Ночные снайперы». Катастрофически тебе не хватает мне. Жду электричества, но не попадаю я. Воздух талочками пульс на плечо. Переносицу я знаю, все знаю я. Но катастрофически тебе не хватает мне. Катастрофически тебе не хватает. Yeah, yeah, yeah. Головокружительная энергетика звездных гостей коснулась буквально каждого зрителя Устоять на месте под эти песни было невозможно Среди гостей праздника ярые поклонники ее творчества Плакаты, цветы, слова благодарности Диана Арбенина и ночные снайперы заслуживали такого внимания Увас, как настроение? Супер! Как вам праздник? Отлично, очень давно не было концертов, а для нас, конечно, это важное событие И каждый день мы встречаемся в инстаграме Видео круче боев без правил Финал я знала заранее Доброе утро, страна! У нас сегодня тоже праздник Мы сегодня впервые за все месяцы изоляции Играем настоящим живым людям И это такой кайф, ребята Настоящий драйв Если описывать атмосферу концертов, то это самое подходящее Настроение огонь Было все круто, реально понравилось выступление Арбенина И, в принципе, город у нас красивый И я поздравляю всех жителей Белгорода с этим очень большим и классным праздником Здоровье, счастье, всего самого хорошего А понравился концерт? Да, очень Концерт, посвященную дню города, завершен Выступила группа «Ночные снайперы» Диана Арбенина Сейчас прогремел праздничный салют И еще продолжает греметь У всех замечательное настроение Все машут руками, веселятся Ну что, день города удался! Следующий день города через год Следующий арт-журнал в последнюю пятницу месяца До встречи! Субтитры подогнал «Симон»